Доверяйте только официальным сообщениям, не идите на поводу у провокаторов. С таким призывом накануне обратился президент Вадим Красносельский. В Приднестровье мирная и стабильная обстановка, но кто-то намеренно делает информационные вбросы. Цель таких фейков – посеять панику, и сейчас крайне важно понимать, где правда, а где ложь. Вызвать эмоции и управлять вашим мнением, поведением, образом жизни. Классический прием манипулятора. Цель – заставить вас делать то, что надо другим, даже в ущерб себе. Как только вы зарядились эмоционально негативно после того, как вы там поучаствовали в какой-то перепалке в соцсетях, или вы начали читать какую-то информацию, вдруг у вас вспыхнули такие яркие эмоциональные, эмоционально окрашенные реакции, значит, вы уже должны понимать, что вами уже манипулируют. Раз зацепили вас эмоционально, значит, уже повели, значит, уже вами управляют. Задача провокаторов – пробудить в другом гнев, страх, стыд, любую негативную реакцию. У каждого свои триггеры, так называемые спусковые крючки для эмоций. Но есть и общие – те, что цепляют практически всех. Фотографии, связанные с разрухой, нищетой. Ну, конечно, дети, старики – это наши, конечно, болевые точки для большинства, наверное, людей. Я хочу еще продолжить относительно тех манипуляций, таких вот когнитивных, с помощью которых мы, сами того не осознавая, ловимся, или ты с нами, или ты против, или ты говоришь «да», или больше никогда у тебя не будет шанса, и так далее, и так далее. То есть, как только вас склоняют к определенным, да, таким крайностям, необходимо понимать, что это однозначно манипуляция вашим сознанием. То есть, если ты не хочешь со мной пить чай, значит, ты меня не любишь. Это простой пример. А сложный пример – если ты сейчас там куда-то не идешь, что-то не поддерживаешь, где-то не напишешь, значит, ты такой-сякой. Чем больше триггеров, тем сильнее эмоциональный отклик. Чем больше людей, тем сильнее эффект. Когда цель – посеять в обществе хаос, в ход идет все. Сейчас специалисты призывают проверять любую информацию. Что значит проверить информацию на достоверности? Это значит знать источник этой информации, это значит не принимать на веру сразу же ту информацию, которая поступает, проверять ее и временем в том числе, потому что сейчас огромное количество проблем связано с фейками, которые тут же постятся, перезапускаются. Люди уже успевают накачаться, получить негативные эмоции. Потом выясняется через день-два, что это, например, абсолютно заведомо ложная информация. И еще совет от психолога. Если вы все-таки поняли – зацепило – сообщения в интернете, фото, видеоролик. Отвлекитесь. Займитесь чем-то привычным по дому, хобби, спортом. Главное – спокойное состояние, а эмоции рано или поздно проходят.